Католиковские чтения – это одно из значимых и серьезных социально-образовательных мероприятий в Республике. Поэтому приятно отметить, что после восьмилетнего перерыва традиция их проведения возродилась. Такую личную оценку событию сегодня перед участниками пленарного заседания, завершившим событие, озвучила спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Тех, кто изучает наследие Александра Католикова и продолжает его миссию, она назвала неравнодушными и ответственными людьми. Будь то педагогическое сообщество, ученые, специалисты органов опеки и попечительства – каждый из них принимает живое участие в решении проблем детей. Государственный совет Республики Коми уделяет очень серьезное внимание этой теме. Многие депутаты Государственного совета являются членами попечительских советов организаций для детей-сирот. Весной этого года, 2019-го, по итогам заседания руководителей советов в нашей республике, мы направили правительству Республики Коми рекомендации увеличить финансирование, выделяемое на это направление. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем решение главы Республики Коми Сергея Гапликова об увеличении расходов в этом направлении до 420 миллионов ежегодно на 200 миллионов дополнительно в 20-х и 22-х годах. В этом году на своеобразном образовательном форуме работали представители разных муниципалитетов. Озвученные предложения лягут в основу обновленной практики. Важная задача после возрождения традиции таких встреч – вернуть их в межрегиональный уровень, говорят участники. Особую атмосферу встречи придало выступление сына народного учителя Александра Католикова Виктора. Он напомнил, каким был отец. Отец мой, уже неоднократно сказано, личность яркая, незурядная. Земля явила на свет Божий такую личность. И эта личность оставила глубокий след после себя на этой земле. Оставила такое наследие, о котором говорим сегодня, после его ухода, которое ценили при его жизни. Субтитры создавал DimaTorzok